Здравствуйте еще раз. Давайте повторим нашу тему сегодняшнего нашего вебинара. Это правила и этапы создания методических развивающих пособий. Мы сегодня с вами поговорим вообще в общем о методических разработках, о методических пособиях. Как такового мастер-класса по созданию развивающих пособий не будет. Это будут общие правила, общие такие требования и общие подсказки для того, чтобы в дальнейшем вы могли уже самостоятельно очень быстро создавать развивающие пособия. Ну, наверное, каждый из вас что-то создавал, создавал какие-то пособия под себя, разработки определенные и так далее. Ну, мы начнем с вами немножечко теории. Теория будет, потому что, чтобы понимать, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Но мы сегодня с вами будем говорить о методических разработках. Это определенное издание, либо определенный продукт, который содержит конкретные материалы в помощь по проведению какого-либо мероприятия, игры, в том числе учебного занятия, сочетающее описание последовательности действий, отражающий ход его проведения с методическими советами по его организации. Сюда у нас включается большой блок разнообразных пособий, разнообразных разработок. Ну, наверное, каждый из педагогов писал определенное планирование. Даже если у вас сейчас уже такой большой опыт в ведении тех или иных занятий, вы все равно составляете определенный план этого занятия. Это тоже у нас является методической разработкой. И оно тоже включается в это понятие. Методическая разработка – это комплексная форма. Она может включать не только саму методическую, ну, как бы так сказать, игру, да, само пособие. Она может включать сюда и сценарии, планы выступления, описание творческих заданий, какие-то схемы, рисунки и так далее. Все это у нас является методической разработкой. Сегодня мы с вами разберем, что же должно быть, какое правильное оформление и какие пункты, какие разделы должны быть в этой нашей методической разработке. Также мы с вами поговорим, зачем нам это делать, что дает это нам и что дает нашим коллегам, что дает окружающим. И вообще для чего мы делаем эти методические разработки? Если говорить о примерной схеме методической разработки, даже если вы делаете пособие, развивающее пособие, да, их, допустим, игровое пособие, то к нему все равно должна предлагаться определенная схема, к нему все равно должно прилагаться определенное описание. Только тогда это будет наша правильная методическая разработка. Да, для себя, естественно, вы можете создать какое-то методическое пособие, которым вы будете пользоваться. Но если вы это пособие представляете именно как пособие, а не просто как подручный материал, да, то вы должны следовать примерной схеме. Это название разработки, сведения об авторе, цель либо мероприятия, либо самой методической разработки, да, зачем вы ее придумали, чем она может помочь педагогу, чем она может помочь ребенку. Следующий момент – это возраст детей. Возраст детей или возраст той категории лиц, с которой мы можем применять эту методическую разработку. Следующее – условия осуществления, то есть где это должно быть. Перечень использования оборудования, если оно необходимо, какое-то дополнительное оборудование. Также описание хода проведения, то есть та инструкция, которую, во-первых, мы зачитываем для нашего клиента, для нашего ребенка, если это ребенок, либо там, если это взрослый, то мы тоже туда описываем саму инструкцию и описываем ход работы с этим пособием. И также методические советы по организации проведения итогов, список литературы и, если необходимо, определенные схемы и таблицы. Что касаемо списка литературы, мы с вами знаем, что ежегодно идет обновление, и как раз на сайте Директ-Академии Татьяна Викторовна ведет прекрасные вебинары. Она рассказывает о том, как правильно оформить список литературы. Поэтому, если вам это интересно, то вы можете посмотреть вебинар и быть в курсе событий. А также в приложении мы используем не только схемы нашей таблицы и так далее. Мы используем и все наши материалы, которые мы подключаем для того, чтобы облегчить нашу жизнь. Мы все с вами понимаем, что методические пособия, методические разработки, обучающие, развивающие игровые пособия, это все создано для того, чтобы облегчить нашу жизнь. То есть интереснее провести занятия. Как в анонсе было написано, что, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, гаджетизацию никто не отменял. Сейчас дети очень, ну и дети, и взрослые, все люди, да, они очень зависимы от интернета, они очень зависимы от гаджетов. И при этом увлечь чем-то другим нам с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Какие же, ну, для чего задачей методического пособия является оказание, опять же, практической помощи педагогам для того, чтобы наша теория, да, наша сухая теория переходила в практику. Если говорить о том, опять же, что же должно быть в нашем методическом пособии и в описании, да, мы можем с вами, как я уже сказала, да, создать игру, любую игру. Я сегодня перечислю, какие игры мы можем создавать, да. Эти игры могут быть, опять же, универсальные, какие-то игры мы могут, так сказать, расти вместе с ребенком, да, с которым мы занимаемся и не надоедать ему, а какие-то игры мы можем использовать только на короткий период времени. Я из тех людей, которые больше за, ну, наверное, и вы тоже за те игры, которые можно использовать длительный период времени. Что же должно быть? Введение – это первая часть, да, здесь у нас цель задачи данного пособия и конкретную группу работников, а даже не детей, а группу работников, то есть это будет полезно, ну, это пособие может использоваться, там, допустим, логопедами, педагогами, методистами и так далее. Также при правильном оформлении мы должны указать теоретическую часть. Здесь излагается, как правило, в краткой форме научно-педагогическое обоснование, то есть почему мы используем именно это пособие, чем это пособие привлекательно, да, и почему оно имеет такую ценность. Следующий у нас блок – это практическая часть. Здесь систематизируется и классифицируется фактический материал, содержатся практические рекомендации. И следующий блок – это дидактическая часть, это уже наш сам дидактический материал, то есть чтобы дойти до нашего вот с вами дидактического материала, здесь мы должны представить еще и подробное описание и подробное включение, да. Следующий момент – какие же обучающие, какие развивающие, какие игровые пособия мы с вами можем использовать и что мы можем с вами применять. Наверное, многие из вас заметили тот момент, что игрушки, допустим, особенно это отмечают, ну, допустим, на моем опыте родители, что игрушки, которые покупают родители детям, они не так заинтересовывают детей, как заинтересовывают обычные, да, допустим, там, кастрюли на кухне. Именно поэтому мы должны с вами создавать такие пособия, которые будут интересны детям. Очень интересно будет, если эти пособия, при создании этих пособий будет участвовать родитель. Это, опять же, такой плюс, да, это, ну, не правило, не требование, но такая галочка, если в этом вам помогут родители. Во-первых, первый момент – вы налаживаете контакт с родителем, это первый плюс. А второе – родитель включается в деятельность образовательной организации, это второй момент, да, и ребенок, видя, что то или иное пособие было создано его родителям, родителям его друга, родителям его знакомого, да, ребенка или родителям ребенка из группы, он будет нести определенную ценность. Поэтому мы, создавая те или иные развивающие пособия, при возможности подключаем родителей, да, и мы должны создавать ребенку, развивающую предметно-пространственную среду, опять же, для активизации всех видов его деятельности. То есть мы подключаем сюда все. Что же мы можем с вами создать? Первый блок, который рекомендуется реализовывать, да, это дидактические игры и на развитии мелкой моторики рук. Мы отлично с вами знаем, что в дошкольном возрасте важно развивать, если мы с вами говорим о дошкольниках, да, мы будем сейчас идти по ступенькам от младшего возраста и дальше, дальше, дальше. Здесь развитие мелкой моторики сказывается на развитии, в первую очередь, речи, на развитии внимания, умственной активности и развивает, и стимулирует нашу интеллектуальную и творческую деятельность. Если мы с вами говорим о дошкольном возрасте, да, важно развивать механизмы, необходимые для владения, опять же, письмом, опять это наша мелкая моторика. Уровень развития мелкой моторики – это, опять же, важный показатель интеллектуальной готовности к школьному обучению. Какие же игры, какие же пособия мы с вами можем создавать? Это словесные игры, которые развивают слуховую память, внимание, коммуникативные способности, речь, умение и умение выражать свои мысли. Если сейчас, да, вы подумаете, что если это словесные игры, зачем их делать как методическое пособие, да, придумал слова и все. Как я уже сказала, для того, чтобы этим пособием могли пользоваться не только мы, да, мы вносим вклад не только для себя, но и для наших коллег, мы должны оформлять пособия в соответствии на требованиях. Следующие – настольные печатные, они развивают зрительную память и внимание. И игровые пособия, они изготовлены своими руками, позволяют разнообразить подачу какого-либо материала, обучить детей, да, и они могут быть воспитательными, они могут быть развивающими. Как мы с вами можем использовать, да, наше пособие? Допустим, сейчас у нас мы можем знакомить при помощи пособий, да, с окружающим миром, и это может быть, как я уже сказала, не один блок, да, наших занятий, а несколько блоков наших занятий. Это то, что касаемо, допустим, развития мелкой моторики. Следующий момент, который хотелось бы с вами рассмотреть, сейчас методические рекомендации, да, давайте пройдемся с вами именно по всем пунктам методических разработок, что это может быть, и потом мы с вами, я поясню, мы, да, возможно, мы с вами обсудим, если будет желание к диалогу, что же чаще вы используете и что хотелось бы использовать чаще. Первый момент – это методические рекомендации, это вид методической продукции, раскрывающий порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятий и мероприятий. Как я уже сказала, да, наверное, методические рекомендации писали, ну, наверное, многие из вас, чуть ли не все. В методических рекомендациях акцент делается не столько на последовательности осуществляемых действий, как в методической разработке, сколько на раскрытии одной или нескольких частных методик, выработанных на основе положительного опыта. То есть здесь вы при помощи методической рекомендации делитесь своим опытом. Задача методической рекомендации – это пропагандировать наиболее эффективные рациональные варианты, образцы действий, применительно к определенному виду деятельности, в том числе мероприятию. То есть здесь вы описываете свой удачный опыт. В данном виде методической продукции обязательно содержится указание по организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих описываемую методику на практике. То есть здесь, так сказать, рекомендация из опыта работы. То есть вы взяли то или иное пособие и испробовали его на себе, так сказать, и дальше уже пустили в массы, и дальше уже работаете с ним. Следующий момент, который хотелось бы отметить – это методическая разработка. Что у нас здесь? Методическая разработка – это ход проведения учебного занятия или же мероприятия. Сюда мы включаем описание и последовательность действий, включаем поставленные цели, средства их достижения, ожидаемые результаты и определенные методические советы. Следующий момент – это методическое пособие. Наверное, самое интересное как для педагогов, так и для детей – это само методическое пособие. Это комплексный вид методической продукции. Он включает в себя особым образом систематизированный материал, раскрывающий суть отличительной особенности и методики какого-либо образовательного курса, либо направления дополнительного образования. Как правило, методическое пособие, помимо теоретического материала, содержит обширный дидактический материал в виде – это могут быть, опять же, иллюстрации, это могут быть таблицы, это могут быть диаграммы, это могут быть рисунки, образцы документов, это могут быть сами игры. Все это мы, опять же, включаем в методическое пособие. И здесь мы говорим о том, что, опять же, методическое пособие должно быть оформлено соответственно стандартам определенным. Для того, чтобы преподавателю обеспечить образовательный процесс учебным и методическим материалом, используют различные виды работ. То есть такие работы позволяют, во-первых, судить о квалификации педагога и уровне его профессиональной компетенции. Зачем мы очень часто делаем наши методические разработки, наши методические пособия? Как я уже сказала, они облегчают жизнь нам, они облегчают жизнь нашим коллегам, они облегчают возможность донесения материала. И при этом мы показываем свой профессионализм, при этом мы показываем свою компетентность. Сейчас многие, ну, наверное, каждый заинтересован в категории, в аттестации на ту или иную категорию. Так вот, методическое пособие, там есть пункты, да, по тому, что педагога оценивают, какой он имеет уровень квалификации и профессионализма. То есть методическое пособие может быть показателем этого профессионализма. Все эти материалы, да, называются педагогическими разработками. Здесь могут выделяться учебные, учебно-методические пособия, учебники, методические рекомендации, какие-либо указания. К этому перечню относятся и методические разработки, как особый вид педагогической квалификационной работы. То есть при помощи методической разработки, при помощи пособия, в котором подробно представлен ход учебного занятия по той или иной теме, мы можем судить о квалификации педагога. Как я уже сказала, что в методическую разработку включаются конкретные учебные материалы, описание последовательности действий преподавателя или же учеников. Также сюда включаются определенные советы и рекомендации по организации занятия. Следует помнить, что методическая разработка – это не просто мы переписываем учебник или мы переписываем что-то в пособие. Этот вид работы не должен повторять материал учебника. И в первую очередь методическая разработка – это творческая и кропотливая работа по описанию своего опыта, которым он готов поделиться. Что же мы с вами включаем в нашу методическую разработку, чтобы она была интересна и полезна не только нам, но и тем людям, которые будут работать с нашей методической разработкой. Она может представлять собой план разработки одного занятия с описанием использованных материалов, методов хода урока и так далее. Или же разработку нескольких таких уроков, посвященных определенной теме. Допустим, здесь мы можем включить блок по какой-либо теме и использовать несколько методических разработок. Первое – это может быть ход урока, это может быть ход экскурсии и так далее, ход внеклассного мероприятия. То есть на одну тему мы с вами подключаем несколько видов различных мероприятий. Или же это может быть планы нескольких уроков, но опять же взятых за одну тему. Либо же разработка конкретной темы учебной программы и подробное описание используемых средств обучения. Или же это программа проведения, допустим, фестивалей, конкурсов, олимпиад, соревнований и так далее. Здесь обязательно отразить воспитательно-методическую функцию. То есть что же нам дает та или иная разработка. Здесь мы тоже с вами смотрим на этот момент. Как я уже сказала, где же мы с вами можем использовать наш этот материал? Зачем вообще создавать наши методические разработки? Написание методических разработок приходится заниматься преподавателем самых разных специальностей, самых разных специалистов в образовании и самым разным опытом. Ну, естественно, даже создание и описание игровых пособий, этим занимаются у нас и студенты, для того, чтобы, во-первых, в первую очередь облегчить, как я уже сказала, жизнь себе и окружающим. Значимость этого вида работы огромна. С одной стороны, это вспомогательная информация, она определяет план изучения какой-либо темы, она определяет план проведения занятий, она определяет план проведения мероприятия. Этой информацией могут воспользоваться в первую очередь, да, это, наверное, студенты для выполнения педагогической практики. То есть мы все с вами понимаем, что опыта у них не так много, и наши методические разработки могут помочь им в работе. Следующее – это молодые педагоги. У них тоже опыта не так много, да, но при этом мы отлично понимаем, что коллеги-преподаватели тоже могут использовать наши методические разработки, наши игровые пособия и наш дидактический материал. Сам еще один из плюсов, да, зачем мы с вами создаем нашу методическую разработку, да. Сам автор, сам преподаватель нашей методической разработки в процессе подготовки систематизирует собранную по теме информацию. Очень часто, наверное, вы замечали, что знаний много у вас по той или иной теме, знаниями вы обладаете, информации у вас много, но за счет того, что она не систематизирована, ей очень сложно пользоваться. Поэтому, когда вы создаете методическую разработку, сам автор методической разработки в процессе подготовки систематизирует собранную по теме информацию, он логично и стройно представляет ее в первую очередь для самого себя. То есть в первую очередь, да, я сказала, что могут использовать студенты, могут использовать молодые педагоги, могут использовать коллеги, но здесь мы с вами понимаем, что в первую очередь мы для самого, для самих себя систематизируем ту или иную информацию. Следующий момент, да, мы логично и стройно представляем ее, и таким образом мы, когда представляем нашу информацию коллегам, да, своим, мы не только обмениваемся педагогическим опытом, но при этом мы еще можем получить и обратную связь. То есть, получая обратную связь, мы можем как-то улучшить наше развивающее пособие, нашу методическую разработку или игру, ну, все, что угодно, да, получая обратную связь, мы можем это улучшить. И все это делает наши методические разработки, наши методические пособия важным видом педагогической квалификационной работы. Это позволяет применить новые методы, новые подходы и технологии, опять же, в образовательном процессе. Это позволяет развиваться, это позволяет тиражировать наш педагогический опыт. Какие же игровые пособия? К сожалению, не могу подключить видео, но я думаю, если я вам словами объясню, мы с вами поймем, что и как это делать. Первый блок, о котором хотелось бы с вами поговорить, это игры с прищепками, да, мы здесь можем использовать множество вариаций. Это пособия, да, в первую очередь, как я уже сказала, мы нацелены на развитие мелкой моторики. Прищепки, самые обыкновенные прищепки, лучше, если это будет пластиковые и не слишком тугие, такая небольшая рекомендация, да, чтобы детям было удобно пользоваться. Если прищепки будут слишком тугие, то желание играть в них будет все меньше, меньше и меньше. Также, допустим, как мы можем применять с вами прищепки, да, мы можем подбирать по цвету. Из готовых фигурок мы с вами можем делать театр. Также есть прекрасная игра «Кто что ест». Опять же, главной целью здесь у нас является развитие мелкой моторики при работе с прищепками, да, но у игры «Кто что ест» здесь познакомить ребенка с некоторыми животными и их элементарным рационом. То есть мы с вами делаем такой диск, на котором нарисованы продукты питания, да, продукты. Это может быть там банан, морковка, там сыр и так далее, да, зерна. И прищепки делаем, на которых, там, допустим, обезьяна, мышка, там, медведь. И ребенок должен определить то или иное, кто что ест, да, и приклеить нашу прищепку на нужное место. Это что касаемо, ну, таких вот прям универсальных пособий, да, с прищепками. Точно так же игровые пособия очень интересны детям, когда, как я уже сказала, идет цикл занятий, да. Не просто мы поиграли одно занятие и убрали, а здесь должен быть цикл, должна быть определенная последовательность. Как я уже сказала, игры, да, и пособия на, так сказать, долгий возраст, на длительное время, это если мы с вами создаем, так сказать, определенный театр. Почему это на долгое время? Мы можем, опять же, самим детям, опять же, в зависимости от возраста, предложить создать свой кукольный театр, да, свое методическое пособие. Опять же, как я сказала, почему это плюс? Во-первых, мы привлекаем детей, мы привлекаем родителей к созданию этого пособия. А мы с вами понимаем, что то, что создано уже нами, да, то, что создано своими руками, то мы ценим больше. Также при создании того или иного пособия мы подключаем родителей, мы подключаем детей, и здесь уже идет совместная деятельность, и мы уже делаем часть воспитательной работы. И после чего, если это наша театральная деятельность, да, мы с вами используем наши материалы в театральной деятельности, опять же, это определенный блок и определенные занятия. Как же могут выглядеть и где мы с вами можем использовать наши методические разработки? Чаще всего наши методические разработки, они приурочены к конкретному занятию или, как я уже сказала, к конкретной серии занятий. Для успешной подготовки нашей методической разработки в первую очередь необходимо определиться с видом проводимого занятия, да. Допустим, мы все с вами понимаем, что на конференции, да, игровое пособие мы с вами использовать, ну, не совсем логично. Какие же виды занятия, да, мы с вами используем? Это может быть лекция, это может быть беседа, это может быть самостоятельная работа, это может быть практическая работа. Вот на практических работах чаще всего наши игровые пособия мы и применяем. Также лабораторная работа, конференция, семинар, контрольная работа. Это может быть зачет, это может быть деловая игра, это может быть экскурсия, это может быть смешанный вид занятия, на котором, опять же, используется несколько видов деятельности. Это может быть лекция и семинар, да, то есть совмещение. Как подобрать тему для методической разработки? Как мы это делаем, да, ну, естественно, мы все с вами отлично понимаем, что написание нашей методической разработки, оно должно начинаться с определенной темы, да, то есть от чего мы с вами должны отталкиваться. Просто так на обум, да, мы с вами не делаем и мы с вами не создаем ту или иную разработку. Для любого из названных выше форматов, да, о которых я сейчас говорила, лекции, там, беседы, семинар, конференция и так далее, очень важен выбор темы. Для того, чтобы найти ответ на вопрос, да, о чем же мы пишем, что же мы описываем, мы должны ответить, опять же, в первую очередь себе. Как я уже сказала, да, нашими разработками могут пользоваться многие, окружающие и так далее, да, но в первую очередь мы делаем это для себя. Мы для себя отвечаем на такой вопрос, ну, зачем мы планируем заниматься этой работой, зачем это нам. Выбор цели, допустим, объяснить, уточнить, разъяснить противоречия в учебной программе и прочее, да, будет непременно коррелировать с выбором темы, то есть они будут у нас взаимосвязаны, они будут у нас, как бы, завязаны друг с другом. Погружаясь в ту или иную тему и планируя посвятить ей методическую разработку, педагог должен опираться на накопленный опыт, в первую очередь, да, если он есть. Второе, на личный интерес. Мы отлично с вами понимаем, что если эта тема будет неинтересна в первую очередь нам, как педагогам, то для того, чтобы заинтересовать детей этой темой, нам придется, ну, вложиться, может сказать, в 10 раз больше, да, чем в ту тему, да, в которую мы с вами будем гореть, в ту тему, в которой мы с вами будем заинтересованы и так далее. Поэтому, когда создаете те или иные методические разработки для себя, под себя, лучше, если вам эта тема будет интересна и если вы будете в первую очередь заинтересованы этой темой. Также предварительно изучить уже имеющиеся источники. Но если эта тема вам была уже изначально интересна, то, соответственно, эти источники вы, наверное, уже частично изучили в той или иной мере. Для, опять же, качественного выполнения методической разработки лучше выбрать не широкую тему, да, а какой-то ее отдельный вопрос, то есть какой-то ее кусочек, который требует обсуждения, да, или же для вас вызывает определенную реакцию. Кроме того, необходимо для того, чтобы создавать нашу методическую разработку, и она была актуальна, она была интересна не только вам, но и окружающим, мы должны оценить востребованность и ценность разработки. Она, опять же, у нас определяется актуальностью нашей темы. Все это мы с вами должны учитывать и отработывать. Прошу прощения, сейчас оставлю буквально пять минуточек на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Вопросы частично вижу. У меня подвис чат, насколько я вижу. И если есть вопросы, пожалуйста, отправляйте их в папочку «Вопросы». Следующий момент, что очень важно отметить, да, как я уже сказала, какими должны быть наши методические материалы. Мы с вами говорим о том, что наши методические материалы, я уже сказала, да, они должны быть, во-первых, в первую очередь, интересны нам самим. И только после этого, да, мы с вами можем делиться этим опытом. Потому что, как я уже сказала, да, если наша методическая разработка будет неинтересна нам, то нам будет сложно передать все это и окружающим. Следующий момент, как я уже сказала, да, где можно использовать нашу методическую разработку. Написанный однажды текст не изменяется, и этим сохраняет запечатленную в нем мысль. То есть текст нужен для хранения мыслей. Здесь наши методические разработки, как я уже сказала, мы можем использовать в наших квалификационных работах, да, доказывая свою ту или иную квалификацию. Здесь часть, любой фрагмент нашей разработки можно отправить в периодическую печать. Также существует множество интернет-конкурсов, где работа оценивается заочно. Мы точно так же можем отправить грамотно оформленная методическая разработка, грамотно оформленное методическое пособие, оно может быть отпечатано в типографии. Я уже вам назвала, да, основные пункты, которые должны быть в нашей методической разработке. Это одно из таких правил, да. Если мы просто принесем текст в типографию, ну, сейчас у нас, мы отлично с вами понимаем, да, что в типографии за деньги напечатать можно все. Но зачем нам это надо? Мы с вами понимаем, что грамотно оформленная методическая разработка, она будет иметь успех, и она будет давать определенную пользу, да, для окружающих. Поэтому ее нужно оформлять, соответственно, требованием. И всегда накопленный в достойном виде опыт пригодится, опять же, на аттестации, да. Как я уже говорила, что сейчас все мы с вами заинтересованы в том, чтобы получить аттестацию, в том, чтобы получить определенное подтверждение своей квалификации. Какие же моменты необходимо отметить, да, какие же правила, и на что чаще всего обращают внимание, какими должны быть методические материалы, какими должны быть методические разработки. Рассматривая методические разработки разных авторов, мы невольно оцениваем их. Не секрет, что иногда, чтобы понять, о чем идет речь, необходимо несколько раз перечитать текст, состоящий, например, из слишком длинных предложений. Согласитесь, если вы читаете какую-либо методическую разработку, и там очень заумный такой длинный текст, да, то есть вы начали там абзац, допустим, из восьми строчек, и вы начали читать это предложение, это начало, и пока вы дошли до конца, вы уже забыли ту или иную информацию, да. Здесь не должно быть слишком длинных предложений. Автор разработки, сам того не подозревая, таким образом он запутывает читателя, вводя слишком много сокращений или ссылок, допустим, на схемы, таблицы, расположенные, опять же, в различных местах текста. То есть следующее правило, что если вы даете ссылку, да, то их должно быть не так много, чтобы читатель или же, ну, ваш коллега, да, который использует вашу методическую разработку, он не носился по ней, да, там от одного листа к другому, а просто спокойно мог получить из нее информацию. Любая методическая разработка, она должна отвечать следующим требованиям. Это структура должна быть максимально понятна читателю, даже лучше, если она будет понятна читателю не из вашей сферы, да, и будут понятны все слова, да, профессиональные слова никто не исключал, да, они должны быть, но если текст, опять же, будет ими перегружен, то будет очень сложно даже вашим коллегам читать. Следующее оформление работы должно быть выдержано в едином стиле. Опять же, я скажу, что по оформлению литературы Татьяна Викторовна, у Татьяны Викторовны есть отличный вебинар, который можно использовать для того, чтобы правильно оформить литературу, потому что на это тоже обращают внимание при предоставлении методических разработок, при их оценке. Следующий момент – это тема работы должна соответствовать содержанию. То есть не так, что у вас тема про яблоки, а вы рассказываете там про груши. Нет, это все должно быть вместе. И материал должен излагаться последовательно. Как я уже сказала, да, если вы делаете какие-то ссылки, если вы делаете какие-то этапы, и здесь мы с вами тоже смотрим этот момент. Так, о чем писать я уже сказала, да, и как подобрать тему, зачем создавать, тоже. Вид, вижу комментарии, да, Елена говорит, сейчас я на все вопросы, вот у нас как раз буквально 5 минут, и я отвечу на ваши вопросы. В том и беда, что для аттестации необходимы публикации, вот и перепечатают одно и то же друг у друга. А, смотрите, какая ситуация. Ну, допустим, я стараюсь печататься в моментах, да, в тех моментах и в тех изданиях, которые у нас, во-первых, имеют лицензированную деятельность, да, это издания такие, и те издания, которые отсеивают, плагиат, да, здесь мы должны убирать этот момент, что, ну, в первую очередь, обезопасить себя, да, то есть мы не используем чужой материал, но мы можем перепечатать, но если вы будете печатать из того, что есть, но при этом на собственном опыте перепечатывание друг у друга уже не выходит. Смотрите, Евгения, назовите разницу между методической разработкой, методическими рекомендациями и методическим пособием. Смотрите, если мы с вами берем, что же такое у нас, в первую очередь, да, методическая рекомендация. Здесь у нас порядок, логика и акцент изучения какой-либо темы, да, задачи методических рекомендаций – это пропагандировать наиболее эффективные и рациональные варианты, образцы действий и к определенному виду деятельности, в том числе к мероприятию. Если мы с вами говорим о методической разработке, это структурированный ход проведения учебного занятия, а методическое пособие – это уже вид методической продукции. Здесь уже входит в методическое пособие систематизированный материал, да, он раскрывает именно отличительные особенности какой-либо методики, какого-либо курса. Так, основные принципы разработки. Я вам, так, Ильсияр, смотрите, мы рассмотрели основные принципы, на что необходимо обратить внимание. Если вы слушали внимательно, это было, на что необходимо обратить внимание. Этапы создания точно так же, что должно быть при создании. И практические советы, но как блок я это не выделяла, да, и как создать пособие для различных возрастных групп – это все было в информации, просто это не было выделено пунктами. Так, скажите, пожалуйста, как проще всего обеспечить гибкость и адаптивность методического пособия? Дмитрий, если я правильно понимаю, вы говорите о том, чтобы это пособие подходило под несколько тем, если я вас правильно понимаю, если я вас правильно поняла, то, смотрите, здесь будет уместно, если вы будете создавать, ну, опять же, пособие для определенных возрастов, как я уже сказала. Но это пособие может расти вместе с ребенком. Это такие общие темы. Допустим, тема животных, которую мы можем с вами применять и на обычных развивающих занятиях, да, как воспитатель. Это же пособие может применять логопед при развитии речи. И это же пособие, да, наших животных может применять тот же самый, допустим, тренер по физической культуре. Вот таким вот образом, да, одно пособие у нас с вами может использовать несколько специалистов. Дмитрий, если я ответила на ваш вопрос, то, ну, отпишитесь как-нибудь. Если нет, то поясните, пожалуйста, потому что не совсем, может быть, поняла вопрос. К сожалению, вот вижу вопрос. Ильсиар, было видео, но видео не могу воспроизвести. Я описала словами, да, что мы можем использовать. Ну, смотрите, Дмитрий, чтобы оно могло быть модифицированным или адаптированным в соответствии с различными обстоятельствами. Но, как я уже сказала, да, мы можем одно и то же пособие, во-первых, использовать несколько специалистов. Также это пособие может быть, допустим, ну, как я уже приводила пример, да, с прищепками. На этих прищепках, допустим, эти же прищепки мы, первое, можем использовать то, что ест. Это первый момент, да. Мы, знакомые ребенка здесь с окружающим миром, развиваем мелкую моторику. Следующее, эту же самую прищепку мы с вами можем использовать как театральную деятельность. То есть у нас есть наше животное, и здесь мы уже развиваем у ребенка коммуникативные навыки. Мы можем развивать какую-либо театрализованную деятельность, опять же, применяя те же самые прищепки. Я ответила на ваш вопрос? Ну, если есть еще вопросы, задавайте. Если интересно, какая-либо тема, вот прям конкретно, вы можете тоже ее прописать. Ну, прям, может быть, что-то заинтересовало, да. Здесь, таким образом, мы с вами можем сформировать уже в дальнейшем какие-либо темы вебинаров, которые вам, опять же, интересны. Но на сегодня по общим моментам, да, сегодня такая общая лекция, да, ну, не лекция, а общий вебинар был по тому, зачем нам это нужно и нужно ли, и так далее, да. Ну, на сегодня у меня все. Я вижу, вопросов больше нет. Сейчас будет Татьяна Викторовна с вами. А я сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok